Здравствуйте! Как наладить отношения с подростком? Первое. Не надо их портить. Каким образом мы портим отношения с ребенком? Первое. Мы его критикуем, мы его осуждаем, делаем постоянное замечание и сравниваем его с другими людьми. Пока ребенок еще маленький, он достаточно беспрекословно старается прислушиваться к мнению мамы. Но как только он становится старше, входит в пубертат, то есть подростковый возраст, у него формируется состояние саботажа и бунта. И поэтому мама, которая привыкла поучать и воспитывать ребенка, продолжает эту же стратегию, а малыш начинает бунтовать и саботировать. Он начинает реагировать достаточно агрессивно, он начинает спорить, он начинает огрязаться. И для мамы в этот момент нужно уяснить всего одно – хватит воспитывать своих детей. Научитесь с ребенком в данный момент просто-напросто договариваться. Договариваться о определенных правилах. Например, правила в семье. Этот отвечает за это, а этот за это. Это наши обязанности, и эти обязанности в семье распределены. Правила о приходе ребенка домой и, например, уходе за собой. Вот и все. Как только вы договоритесь о этих определенных правилах, дальше вам нужно с обоих сторон просто держать слово по выполнению. Но, пожалуйста, не критикуйте, не учите, не воспитывайте и не ведите длительные разъяснительные беседы с ребенком. Ты неправильно делаешь, ты неправильно поступил, давай обсудим. Это на самом деле никому не нравится. Когда ребенок входит в этот период, пожалуйста, задавайте ему меньше вопросов. Мы же не КГБ и не СБУ. Где ты был? Как дела в школе? С кем гулял? Что делал? Если ребенок хочет с вами поделиться информацией, обязательно поделится. И для ребенка очень важным являются в данный период его друзья, его компания. Я наблюдаю, что очень часто родители обесценивают компанию своего сына или дочери. Этого делать ни в коем случае нельзя. И, пожалуйста, прекратите все время давать советы своему подростку. Ваша основная задача в данный момент перестать быть родителем, а стать лучшим другом. Тогда вы для этого ребенка будете авторитетом, а не авторитарной мамой или папой. И ребенок сам захочет с вами делиться, обращаться за поддержкой. И у вас будут очень теплые и доверительные отношения. Поэтому желаю всем счастья. Ваша Никифорова. Пока!